Константин Егорович Маковский Один из самых известных портретистов и живописцев XIX века. Его картины украшали роскошные дома императоров и петербургских дворян. Родители с детства прививали юношу любовь к искусству. С младшего возраста он осваивал вокалы и игру на фортепиано. Вместе со своими братьями будущий художник учился рисовать под руководством отца. Позже Маковский скажет, что своим успехом он обязан именно ему. На полотнах мы видим абсолютно разные социальные группы. Автор критиковал общественный строй и ступал на защиту простого народа. Его право на счастье и свободу. Помимо крепостных, Маковский показывал нам и другую сторону жизни. Красочную, яркую и богатую. Это создавало особый контраст и демонстрировало зрителям гигантскую пропасть между двумя сословиями. Художник в основном писал в академическом стиле. Однако во многих его работах встречаются элементы модерна и барокко. Наиболее известные картины мастера – «Бояриня у окна», «У мастерской художника», «Семейный портрет», «Народное гуляние во время масленицы» на Адмиралтейской площади в Петербурге. Особого внимательного и пристального рассмотрения достоин настоящий шедевр русской живописи – «Дети, бегущие от грозы». Главные герои – крестьянские босоногие дети, выведенные художником на передний план. На ребяческих лицах отчетливо виден страх, желание как можно скорее убежать от надвигающейся бури. На заднем плане мы видим поле созревшей ржи и зеленый лес. Небо постепенно темнеет, тяжелые грозовые тучи пригнулись к земле. Ветер колышет темную траву и треплет белесы и волосы маленького мальчика, сидящего на сестринских плечах. Вот-вот, еще немного, и начнется гроза. Детям эта непогода кажется катастрофой. Старшая девочка особенно напугана изволновой. Почему? Что именно так напугала? Неужели гроза навевает на деревенских жителей так внутрь его? А может она боится, что младший брат промокнет и родители ее наругают? Непростой сельский быт ввел правила. Забота о маленьких детишках целиком ложится на плечи старших. Эта идея отражена в картине буквально. Картина насыщена глубокими синими и зелеными красками, из которых пробиваются более светлые цвета, голубые и золотистые. Это передает настроение и характер природы. Оттенками выделяются важные детали. Трава позади детишек еще залита солнечными лучами, которые вскоре прогонят грозовые тучи. Природа, изображенная вокруг главных действующих лиц, сочетается с их настроением. Даже шаткий мостик передает какую-то неуверенность. Для того, чтобы сделать зарисовки и найти новые сюжеты, Маковский путешествовал по российским губерниям. Именно в одной из них, в Тверской, живописице познакомился с главными героями картины. Девочка произвела впечатление бойкого и ответственного, и смелого человека, несмотря на свой умный возраст. Маковский предложил ей стать героиней его нового портрета и назначил встречу, которая в итоге не состоялась, потому что на тучице попала с младшим братом под дождь и заболела. Вот тут-то у художника и возникла великолепная концепция картины, которую он вскоре воплотил в жизнь. Идея автора состояла в том, чтобы показать быт простого народа российских губерний и раскрыть внутреннюю силу, которая таится в еще, казалось бы, маленьком, но уже таким взрослым из-за суровости жизненных условий человеке. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ